Напомним, что в регионе, как и по всей России, активно реализуется проект Министерства обороны, в рамках которого военнослужащим запаса предлагается контракт на службу в мобилизационном ресурсе. Призывая к службе, Министерство обороны гарантирует добровольцам уникальную возможность получить дополнительное образование, финансовое стимулирование, квалифицированное медицинское обслуживание. В военных сборах активное участие принимают и жители Кашхабльского района. Один из них – атаман районного казачьего общества Олег Тарасенко, который в октябре прошел боевую подготовку на территории Майкопского полигона. Я закончил Кубанский государственный аграрный университет. Там на базе этого университета есть военная кафедра. Прошел военную кафедру по специальности мотострелок, окончил ее в звании лейтенанта. Работу проходил и в Краснодаре, и здесь, и в себе, на родине вселевольном. И вот когда у нас объявили о том, что будет мобилизационный резерв, так называемый проект БАРС, ну, как бы решил тоже сходить, посмотреть и, в принципе, готов проходить эту службу, так называемую, по контракту в рамках этого мобилизационного резерва. Как проходили сборы? То есть после прохождения медкомиссии, вот нас, военкомат, соответственно, всех этих ребят, кто участвует в сборах, доставляет в часть Майкопского. И уже на базе этой части там происходит распределение по должностям, по злодам и так далее. Потом, значит, ехали на склад, получали омундирование. Омундирование выдается сразу и зимнее, и летнее. И потом, уже после того, как получили омундирование, отправляют ребят на полигон. Олег Вячеславович поделился с нами своими впечатлениями. Он отмечает, что тренировки позволили основательно потянуть военные навыки. Как стрельбы, упор в основном идет на стрельбы из автомата. Интересно было пострелять из РПГ. То есть, этого на военке не было. Из РПГ, да, было интересно пострелять. В дальнейшем, на следующих сборах, которые будут проходить каждый месяц, будем также осуществлять и тренироваться стрелять с пушек, так как дивизион называется противотанковый. Соответственно, упор именно на это делается. То есть, будут расчеты противотанковые. Также будет продолжаться тренировка стрельбы из автомата, из РПГ и в том числе из пушек. Минимум личных вещей, армейский быт и койка в полевом лагере. Все это помогает вновь почувствовать себя защитником Отечества, признается наш собеседник. Условия проживания там хорошие, нормальные. Ну, если относительно, можно сказать, полевых сборов. То есть, палатки, утепленные палатки, печка и стопник в каждой палатке из числа срочников. Питание хорошее, можно сказать, трехразовое. Не домашнее, конечно, но нормальное, хорошее. Ну и, в принципе, ребята все подбираются, такие нормальные, адекватные. Ну, конечно, да, и знакомства новые, да, что-то новое для себя узнаешь, общаясь с ними. Из казаков, из нашего казачьего общества, Кашхабльского районного, уже приняли на сегодняшний день трое ребят. Это и из Вольного, и из Майского, и от Рубавского станичного казачьего общества. Есть еще кандидаты, но также из Вольного, которые готовы будут проходить эти сборы.